Химчане не сдаются. 10 апреля исполнилось 99 лет ветерану Великой Отечественной войны Николаю Николаевичу Попову. После службы он работал на энергомаше и ни разу не изменил родному предприятию. С ветераном встретилась Екатерина Зайнулова. Поздравляю вас с днём рождения. Дай Бог вам здоровья. 99 лет. Не круглая, но однозначно юбилейная дата, тем более для ветерана войны. Оружейный техник, старший лейтенант, капитан. На фронте Николай Николаевич ремонтировал пулемёты. В прямых сражениях участвовал редко, но пострелять всё же хотелось. Однажды случай представился. Я отремонтировал этот пулемёт. Ну я говорю, дайте это, попробую его на немцев. Они как на меня набросили. Что ты, что ты. Сейчас они нас минами засыпают. Ну вот, говорит, давай поверни его на 180 градусов и в реку увыру. Вот я туда передал и очередь дал. Пулемёт работает. Всё готово. Всю войну Николай Попов под обстрелом доставлял снаряды и пули из тыла на поле боя, на машине, на лошади, на себе. Так и дошёл до Берлина, где встретил победу. Мы думали, что ж такое. Начало, потом сообразили. Это конец войны. И значит, все, у кого было оружие, все вверх. После победы он ещё два года прослужит в составе советских оккупационных войск в Берлине. Потом вернётся в Химки и попадёт на Энергомаш. В 2004 году вышла вот такая книга. Она присвящена 75-летию Энергомаши. В ней обозначены основные этапы развития предприятия, а также многие имена сотрудников. Среди них и имя Николая Николаевича Попова. На Энергомаше он пройдёт путь от простого рабочего до начальника 833-го цеха. Всё это время и всю жизнь с ним будет его супруга Мария Павловна. По счастливому совпадению поженились они в День Победы, 9 мая 54-го года. Потом родился сын. Ему теперь скоро 60. Двое, четверо внуков. Сын и внуки живут в Москве, но регулярно навещают пенсионеров. Большую поддержку оказывает отделение социальной защиты. У нас социальные работники обслуживают, приносят продукты, оплачивают коммуналку, помогают, морально поддерживают, то есть в свежий воздух. В кресле ветеран только потому, что тяжело стоять. Осколок от снаряда, оставшийся в теле, недавно дало себе знать. В остальном Николай Николаевич бодр и планирует встретить свой сотый день рождения с размахом. Екатерина Зайнулова, Дмитрий Алексеев, Служба новостей.